Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в мою голливудскую историю. Серия 13, сезон 2. Путешествие на кинофестиваль обещает приятные встречи и награды. Глава 13. Кинофестиваль. Следующие несколько дней прошли спокойно. Никаких ночных теней и незваных гостей в доме не появлялось. А если и появлялись, то дверь им открывал ваш новый телохранитель. О боже, она наняла его? Вы позвонили ему той страшной ночью и попросили приехать. Парень с радостью согласился, а после предложил свои услуги. Тем более после съемок у Вода его актерская карьера не клеится. Люди боятся нанимать Криса, слишком уж он страшный и бескомпромиссный. Скоро это поняли и ваши подруги. Алик с Самантой вот уже 10 минут пытаются прорваться в ваш дом. Крис, пропусти! Эмма нас ждет. Нет. Что значит нет? Мы ее подруги. Крис, Эмма будет тобой недовольна. Она просила никого не пускать. Никого, кроме нас. Она сама нам позвонила. Девушки пытаются заглянуть в дом. Но Крис занимает собой весь дверной проем. А в чем проблема? Позвоните Эмме. И она спустится или даст команду Крису, и он вас пропустит. Он так бы и стоял на страже вашего спокойствия, если бы не упорство и напористость под рук. К удивлению Криса и его барабанных перепонок. Эмма! Выходи! Эмма! Вы чего орете? Но девушки не обращают на телохранителя внимания. Эмма, выходи! Мы знаем, что ты дома! И вы, конечно же, не смогли пропустить это мимо ушей. Девочки, вы чего? О, Эмма, привет! А мы вот пришли, как ты и просила. Да, я рада, но кричать-то зачем? Потому что этот бугай нас не пускал. Эмма дала указание. Все в порядке, Крис, им можно. Вы рады приходу, подруг? Возможно, их появление уберегло вас от нервного срыва. Ну, что у тебя? Это какой-то кошмар. Мне прислали четыре платья, и все они ужасные. Насколько? Сама посмотри. Розовый ужас. Да. Драматичный трэш. Вызов нормальности. О, Господи. Шутка дизайнера. Вы серьезно? Пожалуй, вот этот драматичный трэш еще как-то... Куда не шло. Вы нацепили то, что называлось платьем, и посмотрели на подруг. Эмма, сними это, пожалуйста. Ты делаешь нам больно. Мое чувство вкуса сейчас сжалось в комок и плачет. Мое так вообще застрелилось. А вы не верили. Вы переоделись. И это все, понимаете? Все. Хотела бы я знать, на чем сидят дизайнеры. Да какая разница? У меня самолет завтра, а платья нет. Мне не в чем идти на награждение. Вышвырнули платье в дальний угол. И что теперь? Не знаю. Наверное, я... Поеду в чем есть. У меня много красивых нарядов. В конце концов, платья из магазина тоже красивые. Саманта смотрит на вас немного снисходительно. Понимаешь, никто не ходит на такие мероприятия в платьях из магазина. Это плохой тон. Бред какой-то. Надо соответствовать. Вы это, конечно, и сами все понимаете. Но слова Саманты действуют на вас отрезвляюще. В отчаянии вы падаете на кровать и закрываете лицо руками. Пока вы так лежите, подруги о чем-то эмоционально перешептываются. Потом вы слышите приближающийся стук каблуков и чувствуете руку на своем плече. У меня есть идея. Поехали. Куда? По дороге все расскажу. И она почти силком тащит вас в машину. Место, в котором вы оказались, дарит надежды. Надежды на красивый наряд. Где мы? У одного моего друга-дизайнера. Я позвонила, и он любезно согласился помочь. А как у него со вкусом? Ну, он любит красивых девушек. Сухое вино. Я не об этом. Саманта хихикает и вместо ответа показывает вам три сногсшибательных платья. Вот пример. Они из новой коллекции. Их точно еще никто не видел. Мечта дизайнера. Ну, красиво, красиво. Голливудский шик. Дизайнерская находка. Высокий стиль. Ну, круто. Губа не дура. Ты выбрала самое шикарное. Если уж блистать, то ярче всех. Поверь, все девушки на вручении обзавидуются. Ну, а парни? Ох, жалко мне этих парней. Как зовут этого модельера? Я хочу написать о нем в сети. Джина. Джина Габардини. Вы застываете, как вкопанная. Джина. Вдруг многие вещи становятся на свои места. Он любит сухое вино, как истинный итальянец. И эти буквы Джи-Джи. Джина сшил для меня платье. Ну, не совсем для тебя. Он тебе его просто подарил. Но как такое возможно? Он же... Мы же... Я позвонила, обрисовала ситуацию, и он тут же предложил помощь. Даже удивительно, как быстро он согласился. И, судя по всему, выбрал для тебя самое лучшее из коллекции. Согласился помочь, подарил платье Джина Габардини. От осознания происходящего голова идет кругом. Вы озадаченно смотрите на себя в зеркало. И тут появляется он. Уверенным мягким шагом он подходит ближе. Берет вашу руку. И легонько целует тыльную сторону ладони. Когда-то он бросил вас. Как его поприветствовать? Тепло и дружелюбно. Слегка наклонив голову, вы улыбаетесь мужчине. Рада тебя видеть. Ох, Меодио, а я-то как рад. Почувствовав теплоту, исходящую от вас, он немного расслабляется. Отпустив вашу руку, он наклоняется и шепчет. Я много думала о тебе, Эмма. Я тоже иногда вспоминала наши встречи. Хорошо, что мы наконец увиделись. Ах-хм, так вы знакомы? Джина, старый ты плут, почему сразу не сказал? Тогда бы ты проболталась, а я хотел сделать сюрприз. Вижу, у тебя получилось. Эмма сама не своя. Ну, давайте вернемся к делу. Саманта отводит Джина в сторону, чтобы лучше вас видеть. Ну, как тебе? Просто великолепно. Эмма, ты лучшая из всех моделей, что надевали мои платья. Я бы хотел сделать тебя лицом моего модного дома. Щедрое предложение, я подумаю. Вы еще раз смотрите в зеркало, платье сидит идеально. Что-что, а дизайнер из него превосходный. Платья потрясающие. Значит, мы можем идти? Нам еще многое надо сделать. Вы собираетесь уходить, но Джина останавливает вас. Эмма, подожди. Да. Он снова берет вашу руку и заглядывает в глаза. Извини, что исчез тогда. Покинул тебя. Ты даже не представляешь, как мне было тяжело. Я бы хотел попробовать вернуть утраченное время. Джина говорит так искренне и страстно, что ваше сердце оттаивает. Но Саманта тянет к выходу. Пора собираться на кинофестиваль. Вы уверены, что скоро вновь увидите Джина? А пока... Ох, ребят, это очень сложный сейчас выбор, потому что мне он нравился с самого начала. Но потом он исчез, и мое желание оставаться с ним как-то тоже поугасло. Потом появились Тарина и тот полицейский, и я как-то уже не хочу с ним встречаться. Я думаю, стоит сухо попрощаться без эмоций. Выдержав паузу на случай, если Джина еще не закончил, вы произносите... Извинения приняты. Я буду не прочь как-нибудь выпить с тобой кофе. Пока, Джина. И спасибо за наряд. Ни один мускул не дрогнул на вашем лице. Зато лицо Джина Габардини выражает глубочайшую печаль. Он что-то еще хочет сказать, но вы уже направляетесь к выходу. Так вы дали мужчине понять, что стали гораздо сильнее. Теперь вы не та слабая и наивная девушка, которые были при первой встрече с ним. Теперь вы знаете себе цену. И это вы диктуете правила игры. Все, что было потом, сливается в мешанину из бесконечных сборов и встреч. Поэтому весь полет вы спите, наслаждаясь вынужденным бездельем. Приходите в себя вы уже в Сан-Франциско. Как красиво. Машина уже ждет. Подожди, я впервые здесь и хочу... ...снять маленькое видео. Мы опоздаем. Нет, я быстро. Вы достаете телефон и включаете видеозапись. Машете в камеру ладошкой и наводите объектив на Криса. Улыбнись. Ну давай, всего одну улыбку. Она тебе так идет. Ну вот, другое дело. Вы переводите камеру на небо, гору, здание неподалеку и замечаете девушку. В вас вдруг просыпается игривость, а в голову приходит замечательная идея. Крис, прикрой меня. Конечно, а что надо? Но вы уже крадетесь по направлению к Джессике, пытаясь быть незаметной. Шаг. Еще один. И вот вы уже за ее спиной. Ловким и точным движением вы закрываете ее глаза ладонями и произносите. Угадай, кто. Но девушка не играет по вашим правилам. Она реагирует молниеносно, с силой ударив вас локтем в живот. Вы воете от боли. Оу-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут же подлетает Крис, хватает ее за руку и выворачивает так, что девушка кричит. Ау! Отпусти! Но он лишь сильнее сдавливает руку девушки. Ау! Крис, отпусти ее! Но ты же сказала прикрой. Я не то имела в виду. Отпусти. Он повинуется, и вы с Джессикой наконец видите друг друга. Эмма, ты что здесь делаешь? Хотела задать тебе тот же вопрос. Я иду на кинофестиваль. Меня номинировали на премию. Круто! Я тоже хотела, в качестве зрителя. Приехала вот, а билеты кончились. Глядя в большие грустные глаза знакомой, вы искренне ей сочувствуете. Представляю, как тебе обидно. Да ладно, погуляю по городу, сделаю пару красивых селфи. В конце концов, в следующем году тоже будет фестиваль. Глядя на то, как Джесс старается не поддаваться унынию, вы невольно испытываете к ней уважение. А затем вспоминаете, сколько вместе пережили во время съемок. Из-за меня она когда-то лишилась главной роли. А ведь она неплохая актриса и человек хороший. Интересно, я могу ей как-нибудь помочь? В слух же вы произносите. Джесс, я достану для тебя билет. У моего друга есть знакомые в комиссии фестиваля. Уверена, у них найдется лишний билет. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Вы набираете номер Энтони Вуда. Да. Привет, окажешь услугу? Моей подруге не досталось билета на фестиваль. У тебя же есть связи. Это так важно? Очень. Тогда пусть она не беспокоится. Вы завершаете звонок и подмигиваете Джессике. Дело в шляпе. Мы идем на фестиваль. Вы сделали доброе дело. Эмма, я не знаю, как тебя благодарить. Ерунда, забей. А нам... Нам не дали выбрать прическу. Окей. И я с ужасом поняла, что у нее нет причесок, которые более-менее подходили бы под такое событие и под это платье. Фестиваль Магнолия поражает своим размахом. Зал на несколько тысяч человек, огромная сцена, цветы. Вы даже немного чувствуете растерянность. Ох, сколько народу. Я немного волнуюсь. Не думай о них. Думай о предстоящей награде. И все равно мне как-то не по себе. Боюсь расплакаться на награждении. Девушка берет вас за руку и заглядывает в глаза. Когда я чувствую себя неуверенной, то использую один прием. Я представляю одного близкого человека. И держу его образ в голове на протяжении всего волнительного события. И что тебе это дает? Я чувствую поддержку. Иногда я даже представляю, что он стоит рядом и держит меня за руку. Интересно. Попробуй, это поможет справиться с эмоциями. Спасибо, Джесс. Не за что. И она растворяется в толпе зрителей. Вы же направляетесь в другую сторону, к центру всего мероприятия. У сцены вы замираете в восхищении. Все, что было до этого, кажется несущественным и неважным. Все, что вы испытали ради этого момента, затерялось во времени и рассыпалось в прах. Стоя в свете рамп и глядя на огромную магнолию, вы думаете лишь об одном. Моя мечта почти сбылась. Почти. И хотя вы невероятно рады случившемуся, но это еще не золотой Адам. Пока еще не он. Звучит торжественная музыка, и вы приходите в себя. Вы замечаете, что зрители уже рассаживаются по местам, а из-за кулис выходит ведущая. Что ж, в следующий раз я обязательно получу Адама, а пока... Вы поднимаетесь на сцену. Поприветствуем нашу первую номинантку. Встречайте, Эмма. Зал гремит аплодисментами. Я рада, что именно мне выпала честь вручить тебе эту награду. Ведь и я в каком-то смысле причастна к случившемуся. Несомненно, Карен. Без тебя я бы еще долго играла в ситкомах. А теперь вот приходится брать сложные роли на свою голову. Люди смеются и обрушивают на вас новый шквал аплодисментов. Эмма, комиссия фестиваля Магнолия признала тебя лучшей в жанре. Приключения. Поздравляю. Прими же этот приз. Статуэтка. Взять. Вы получили приз, так как собрали больше всего очков приключения. Спасибо. Для меня это очень ценно. Статуэтка будет храниться у вас дома в шкафу для наград. Не сомневаюсь. А теперь скажи нам, что чувствуешь? Вы смотрите в темный зал, потом на Карен. И к горлу подступают слезы. Слишком торжественен этот момент. Слишком добра к вам, обычно язвительная Карен. Слишком много восхищенных глаз. Этот момент наполнен большим количеством разных слишком. Карен, уважаемые зрители, спасибо вам. Голос дрожит, ком в горле увеличивается настолько, что трудно дышать. Еще секунда, и вас разорвут нахлынувшие эмоции. Ну вот первая слезинка скатилась по щеке, а за ней вторая, третья. И все эмоции превратились в один большой поток нежности. Я играю для вас, дорогие мои. Ваше признание стоит тысячу таких наград. Вы улыбаетесь затаившему дыхание залу и бросаетесь Карен на шею. Спасибо еще раз. Несколько секунд зал молчит. Но постепенно люди поднимаются со своих мест и начинают хлопать. Через несколько секунд тысячи человек аплодируют вам стоя. Кто-то свистит, кто-то кричит «Браво!». Вы понимаете, что сейчас абсолютно счастливы. Поздравляю. Ты была на высоте. Ну просто красотка. Спасибо, Джесс. Рада, что вам всем понравилось. Церемония плавно перетекает в фуршет, где все могут немного расслабиться. Люди подходят к вам, чтобы выразить свое восхищение. Среди них много знакомых лиц. Деточка Эмма, ты была великолепна. Я так тобой горжусь. О, Микаэль, я тронута. Я всем говорю, что свою карьеру ты начинала у меня. Режиссер отечески обнимает вас. Ну а у вас как дела? Снимаете что-нибудь? Я-то снимаю потихоньку. Он резко грустнеет. Что с вами, Мик? Да как тебе сказать? Понимаешь, я думал, меня номинируют. Я ждал. И что? А премию дали этой бездарности Бобу Бертону. Представляешь? Микаэль в ярости, но вы понимаете, что за ней он прячет душевную боль. Если вглядеться в его глаза, вслушаться в голос, становится ясно, что дрожит он мне от злости. А от отчаяния. Режиссер совершенно раздавлен неудачей. Вам хочется его утешить. Что ответит Микаэлю? А я не знаю, хватает мне или нет. Предложить прогуляться и развеяться? Нет, не хватает. Приключения мне не хватает. Как это грубо сейчас произойдет, я не хочу отмахиваться и говорить, чтобы он не парился. Но, к сожалению, других вариантов у меня просто нет. Отмахнуться и сказать, чтобы не парился. Когда-нибудь и вас наградят. Он поднимает печальный взгляд и криво усмехается. Когда-нибудь, когда-нибудь. Извини, Эмма, мне надо отойти, подышать воздухом. Вы только не грустите, пожалуйста. После разговора с Микаэлем вам тоже хочется проветриться. Выйдя на улицу, вы ловите такси и просите отвезти вас в самое красивое место. Это Сан-Франциско, нет? Значит, это Золотые Ворота? Когда машина останавливается, вы понимаете, что водитель все сделал как надо. Он привез вас к проливу. Здесь огромный навесной мост горит множеством ярких огней. Под мостом темная бездна, над ним море звезд, а вдалеке мерцающий город. Удивительная красота. Я... Я могу стоять здесь вечно. Вы вспоминаете все, что читали когда-то о Сан-Франциско. Кажется, это называется Золотыми Воротами. Прямо под мостом городской залив соединяется с океаном. Это место завораживает. Вы стоите и просто смотрите вдаль. Неизвестно, сколько это длится. Но вы могли бы так простоять целую вечность. Но тут, краем глаза, вы замечаете силуэт. Вспомнив недавнюю историю с тенью у дома, вы чувствуете, как ваше сердце бьется быстрее от ужаса. И проклинаете себя за то, что уехали без Криса. Мой телохранитель далеко. Нельзя быть такой беспечной. Силуэт делает несколько шагов вперед. А потом выходит на свет. Не страшно одной? Джефф! Боже мой, что ты здесь делаешь? Джефф, какого черта? Решил прогуляться и присмотреть за тобой. Прогуляться? В Сан-Франциско? Ты что, следил? Улыбка сползает с лица капитана. Если помнишь, у нас есть общее дело. А ты последнее время куда-то пропала, на связь не выходишь. Капитан сверлит вас взглядом. Что делать? Ругаться? Я тебе ничего не должна. И вообще, ты кто такой, чтобы мне указывать? Я тот, кто может посадить тебя в тюрьму в любой момент. Он подходит к самому краю обрыва. Видишь этот город? Он может воспеть тебя, как великую актрису. Сделать тебя знаменитой. А может начать презирать за то, что следила и доносила на своих. И только я решаю, чему из этого случится, а чему нет. Первым в сердце заползает испуг. Но вскоре его вытесняет ненависть. Если ты хоть кому-то скажешь... Что? Что ты сделаешь? Ваши кулаки сжимаются сами собой. Дыхание учащается. В бессилии вы замахиваетесь на Джеффа. Но он перехватывает вашу руку. Не смей. Несколько секунд вы яростно смотрите друг на друга. Встречаясь, ваши дыхания сливаются в маленький вихрь. Взгляд Джеффа полон презрения, злости, но есть в нём и что-то ещё. Что-то большее, чем все другие эмоции. Он так сильно сжимает ваше запястье, что становится больно. Пусти. Нет. Он смотрит на вас ещё секунду, а потом наклоняется и целует. Его губы буквально впиваются в ваши, сильные руки прижимают к себе. Что делать? Ну, мне он нравится. К Джина я возвращаться не планирую. Старинно я ничего не кручу, поэтому да, отдаться страсти Джеффа. Пора налаживать личную жизнь моей героини. Всё-таки последний сезон сейчас начнётся. Вы отвечаете на поцелуй так же горячо и страстно. Он распаляется и начинает вас раздевать. Вы кусаете его за губу. Опасная. Ещё какая. Он бесцеремонно срывает с вас платье и бросает его на землю. Видели бы тебя сейчас фанаты, обнажённая голливудская звезда. Уверен, им бы понравилось. Он одновременно насмехается над вами и пожирает глазами. Это возбуждает ещё больше. Видели бы мои фанаты капитана полиции, который стоит столбом. Ваши слова ударяют его, словно хлыст. В ту же секунду капитан подходит и берёт вас. Он делает это грубо, жёстко, без нежностей. Вы ничего не можете поделать, никуда не можете вырваться. И вам это нравится. Серьёзно, нравится? Ну окей. Теперь ты полностью моя. И никуда не денешься. А кто сказал, что я куда-то хочу? Новая волна страсти захлёстывает вас. Вы кусаетесь, царапаетесь, хватаете друг друга, словно дикие звери. Руки Джеффа сильные и большие. Они трогают вас везде. Кожа покрывается мурашками, то ли от порывов ветра, то ли от наслаждения. Вдруг перед вашим лицом мелькает рука, и в тот же миг щёку обжигает шлепком. Он ударил вас. Скажи, если заиграюсь. И он бьёт по другой щеке. Откуда-то снизу начинает подниматься волна возбуждения всё выше и выше. На щеках вспыхивает румянец. Вы вскрикиваете. Всё, хватит! На удивление Джефф слушается. Он аккуратно расцепляет руки и отпускает вас. Но его взгляд всё ещё жадный и немного звериный. Солба капает пот. Теперь ты точно у меня на крючке? Перерастёт ли эта страсть в любовь? Он начинает одеваться. Вы же стоите, обдуваемая ветром, не в силах пошевелиться. И только звёзды молчаливо взирают на вас с высоты. Серьёзно, перерастёт ли эта страсть в любовь? Судя по всему, он немножко больной на голову, БДСМщик. И меня это немножко пугает. Так что пишите, ребят, в комментах, кто за, чтобы я встречалась с Джеффом. Кому больше нравится Торина, а кто хочет вернуть отношения с... Боже мой, с Джина. Мне будет интересно прочитать ваше мнение. Ребят, скоро перейдём к следующей серии. А у меня всё. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.